Ну, получается, просто поняли вашу позицию, откуда вы запускаете? Не знаю, вот не знаю, мы даже не слышали подлёд, просто бабахнуло рядом. Первый вопрос, который задаёт Андрей, глава Самарского района Роман Радюков, о том, как молодой человек получил ранение. Боец из Самары совсем недавно выписался из военного госпиталя, сейчас живёт у родителей. Для того, чтобы полностью восстановиться, Андрею необходим дополнительный курс реабилитации. Проходить он его будет в домашних условиях. Выходили на боевое задание, взлетели тремя квадрокоптерами, я уже на позиции противника, остальные только подлетают, и что-то бабахнуло. Я пытаюсь скинуть так называемый подарок на противника, в это время слышу, что ребята кричат, я 300, я 300, я 300. Я только сейчас скину и потом уже посмотрю на себя, замечаю, опа, у меня нога красная. И через секунду 10 начинаю подкашиваться. В Самарском районе встречаются со всеми военнослужащими-отпускниками, которые прибывают из зоны СВО. Расспрашивают о быте, о питании и обмундировании. Андрей рассказал, что после госпиталя без проблем добрался до дома. Условия быта назвал почти идеальными. Гуманитарная помощь доходит, с питанием тоже всё отлично. Положенные выплаты семья получает без задержек. Мы поддерживаем связь с родственниками во время всей службы. И когда отпускники приезжают сюда, они высказывают просьбы и социального характера, и какие-то бытовые, которые нужно решить именно сейчас во время отпуска. Просьбы бывают абсолютно разными. Но, повторюсь, мы всегда на связи со всеми мамами, папами, жёнами. И все проблемы, которые у семьи возникают здесь, мы их решаем по мере поступления без участия самого бойца. Сегодня в Самаре много молодых людей, желающих заключить контракт с Министерством обороны. Андрея спросили, какой совет он дал бы этим ребятам, если бы представилась такая возможность. Самое главное – чувство самосохранения, которое может притупляться через некоторое время активных боевых действий. И из-за этого ты себя, ладно, подставишь под пуль или под осколок, но ты можешь и остальных. В завершении встречи военнослужащему вручили подарок. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Василия. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский.